Спасибо, Сергей Евгеньевич, спасибо уважаемым украинским коллегам за то, что собрались для обсуждения действительно судьбоносных вопросов, которые звучат сегодня в этом зале. Мы можем следующее заседание действительно провести в другой совсем политико-экономической реальности и в случае, если Украина все-таки подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, то круг вопросов, которые мы будем обсуждать, станет сугубо риторическим, потому что согласно этому соглашению, мы его внимательно проанализировали, Украина фактически перестает быть самостоятельным, суверенным субъектом торгово-экономических отношений. Это соглашение предполагает одностороннюю зависимость Украины от директив Европейского Союза, и хотя Украина действительно не становится полноправным членом Европейского Союза, но она обязуется четко выполнять все директивы, связанные с торговлей. Она берет на себя обязательство беспошлино пускать европейскую продукцию, она соглашается на сохранение квот и ограничения против нее с другой стороны, она соглашается на то, что все спорные вопросы будет рассматривать Европейский суд, и европейцы будут мониторить, как Украина выполняет обязательства по соглашению, включая технические регламенты, где, между прочим, даже записан переход на европейские стандарты железнодорожного транспорта, то есть на узкую колею через некоторое время. И если Украина не будет выполнять эти обязательства, то Европа оставляет за собой право ограничивать доступ украинских товаров на свой рынок. Поэтому нам, собственно говоря, уже не придется обсуждать ни вопросы торгово-экономической интеграции, ни вопросы, связанные с техническим регулированием, никакие другие вопросы, связанные с тем, что, собственно говоря, сегодня решает таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Как вы знаете, всего лишь месяц назад в Астане был подписан меморандум нашими президентами, где ставится вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в создаваемом Евразийском экономическом союзе. Мы понимаем этот шаг украинского руководства как желание вернуться в евразийский интеграционный процесс. С нашей точки зрения статус наблюдателя может быть предоставлен только тем странам, которые изъявили желание участвовать в Евразийском экономическом союзе в качестве полноправных членов. Если Украина делегирует все вопросы, которые сегодня рассматривает Евразийская экономическая комиссия Брюсселю, то получается, что у нас наблюдателем может стать Брюссель, потому что с Брюсселем можно будет вести переговоры по этим вопросам, а с Украиной уже нельзя будет вести переговоры. Поэтому какой может быть статус наблюдателя, если Украина лишает себя суверенных прав реализовывать самостоятельную торговую и экономическую политику? Остается, конечно, единственный шанс для нашей интеграции, это если Россия вдруг возьмет и подпишет тоже соглашение с Европейским Союзом аналогичное, о создании зоны свободной торговли. Вот Петр Порошенко говорил про нашу традицию дипломатическую. Я должен сказать, что наша дипломатическая традиция абсолютно исключает подписание неравноправных соглашений. Никогда в российской истории, ни в царской, ни в советской, ни в современной, вы не найдете ни одного международного договора, в котором бы Россия делегировала в одностороннем порядке свои полномочия третьей стороне. И вы делегируете, я прочитал соглашение, и могу вам процитировать даже длиннющий перечень директив Европейского Союза в области технического регулирования, в области санитарных, фитосанитарных мер, в других вопросах торговой политики, 900 страниц текста. И я, читая этот текст, вспомнил договора, который мы с Украиной, уважаемые коллеги, подписывали. Многие участники этих сложных переговоров многолетних, везде стоит оговорка, в том числе под договором об СНГ, о создании СНГ, что Украина подписывает данный договор в той части, в которой он не противоречит Конституции Украины. Но мы с Украины ни одного договора, где бы Украина делегировала суверенитет, не подписывали. А здесь такой оговорки нет, почему-то в данном случае Конституция Украины в расчет не принимается. Конечно, это суверенное дело украинского руководства, и я думаю, что Конституционный суд Украины тоже, наверное, скажет свое слово по поводу этого соглашения. Но я должен, как экономист, сказать, что если оно будет подписано, то ни о каком участии Украины в таможенном союзе речи быть уже не может, и не может быть никакой реализации формулы 3 плюс 1. Просто для этого не остается у Украины полномочий. В заключение два слова все-таки о выборе. Я уверен, что выбор пока еще не сделан. Во всяком случае, социологические опросы, мы внимательно следим за общественным мнением на Украине, показывают, что 40% граждан, если бы референдум, о котором Петр Симоненко говорил, бы сегодня состоялся, 40% граждан бы сказались бы за участие Украины в таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном. А 36% против. Поэтому, если украинское руководство берет на себя политическую ответственность за такой выбор, это, конечно, право украинского руководства. Мы здесь, так сказать, не претендуем на то, чтобы давить или, так сказать, угрожать чем-то. Но я должен, как экономист, сказать, что расчеты, которые провели наши ученые, говорят абсолютно однозначно. В случае, если Украина подписывает соглашение с Европейским Союзом, до 2020 года это соглашение будет иметь негативные экономические последствия для украинской экономики. Будет ухудшаться товарооборот, будут ухудшаться условия торговли с Россией, будет сокращаться производство украинских товаров, неконкурентоспособных с европейскими. И для нас уже другой выбор возникнет, который предусмотрен соответствующим предложением о зоне свободной торговли в СНГ. Если мы столкнемся с тем, что украинские товары, вытесняемые европейскими конкурентами, будут чрезмерно, так сказать, идти на наш рынок и нарушать сбалансированность торговли, а еще хуже, если пойдет реимпорт европейских и турецких товаров через территорию Украины, то у нас, как вы знаете, остается возможность выхода из отношений свободной торговли с Украиной, точнее, исключения Украины из зоны свободной торговли в СНГ. Этого бы делать, конечно, не хотелось, для Украины это была бы экономическая катастрофа, минус 2% ВВП, это то, что Украина получит, если таких вещей не произойдет, но если не произойдут, то дальше непонятно, вообще, как Украина может удержать макроэкономическую стабильность, стабильность курса. Я думаю, что украинскую экономику ждет очень тяжелое, так сказать, испытание. А если будет участвовать в интеграционном процессе евразийском, то по расчетам наших экспертов мы получаем плюс 7% ВВП к 2030 году каждый год, это плюс 15% ВВП в целом, это 220 миллиардов долларов за этот период, то есть 12 миллиардов долларов каждый год дополнительно Украина будет получать. Условия торговли улучшатся на 10 миллиардов долларов, это даст Украине возможность стабильного, устойчивого развития. Я вас уверяю, что мы вместе с Украиной, с Европой договоримся на гораздо лучших условиях, чем каждый будет отдельно пытаться попасть в европейский дом, а на самом деле как бы не вляпаться туда. Спасибо. То, что российско-украинская конференция проводилась не где-нибудь, а на площадке Московского государственного института международных отношений, весьма символично. Судя по всему, Россия готова рассматривать Украину как обычное иностранное государство, со всеми вытекающими из этого факта последствиями для Украины. Причем Глазев, тональность выступления которого была весьма однозначной, никому не угрожал, а только обращал внимание на то, что Украина своей ассоциацией с Брюсселем сама перечеркивает собственные евразийские перспективы и ставит Россию перед суровой необходимостью принятия жестких защитных мер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова